Спасибо. Вот молодой человек на третьем ряду, да, вы не вставали. Пожалуйста, вы здесь поднимались, уже до вас микрофон не дошел. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Михаил, я из города Пенза. В первую очередь спасибо большое за эту возможность. У меня сразу два вопроса, если можно, но они очень короткие и очень простые. Первый вопрос заключается в том, скажите, пожалуйста, в России на данный момент постепенно внедряется и развивается система электронных паспортов. На ваш взгляд, в чем главный смысл перевода на цифровой формат паспортных данных всех граждан РФ и, соответственно, вытекающий из этого вопрос… Сейчас сразу отвечу. Легче, надежнее и проще для людей. Вот, все. И надежнее для государства, фальсифицировать сложнее. Понял, хорошо, спасибо. И вытекающий из этого вопрос, на ваш взгляд, дальнейшее развитие данной системы не послужит ли мощным, так сказать, стимулом к развитию системы электронного денежного оборота и тем самым, то есть впоследствии приведет к отмене системы оборота наличности? Ну, у нас и так… Вы сейчас что имеете в виду? Вот это электронные деньги или именно… или расчеты? Девушка, вернитесь, пожалуйста, с микрофоном. Вот эти виртуальные деньги интернетные или вы имеете в виду расчеты? На мой взгляд, электронные деньги, они в конечном итоге имеют под собой общее основание с электронными расчетами. Ну, не совсем. Это не совсем так, потому что вот эти интернетные и электронные деньги, у них просто… там есть некоторые вопросы, я сейчас не буду, чтобы время не съедать, углубляться. Они ничем не обеспечены просто, эти деньги, понимаете? Вот еще все дело. Это самая главная проблема. Они ни к чему реально не привязаны и ничем не обеспечены. Но в целом, как единицы расчета, как они там называются, коины или как они там, вот, ими можно пользоваться. Они все шире и шире распространяются, как какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, возможно. У нас… Мы с представителями Центрального банка об этом говорили. Я знаю позицию нашего Центрального банка. Она очень обоснованная, профессиональная, спокойная. Мы ничего не отвергаем, но, повторяю, есть серьезные, реальные такие фундаментальные проблемы с использованием, с серьезным, широким использованием, во всяком случае, сегодня. Что касается расчетов, ну, конечно, внедряются и будут внедряться. Вот мы и пластик национальный делаем, российский уже сделали, и он будет распространяться. Мы уверены, что мы будем добиваться того, особенно в рамках упоминавшегося уже здесь сообщества BRICS, будем его внедрять. Ну, я уже говорил, но японцы сделали как национальную платежную систему. И постепенно, постепенно она вышла за национальные границы, так же, как и Китай, сделал национальную систему расчетную. И она постепенно тоже выходит за национальные границы. Сколько китайцев по всему миру ездят? А сколько наших туристов? У нас только в Турции в прошлом году было 4,5 или почти 5 миллионов туристов. Понимаете? Я уверен, что при вот таком огромном количестве выезда за границу, значит, в Турции можно будет рассчитываться и нашими картами постепенно, спокойно. Мы договоримся с партнерами, так же и в других регионах мира. Ну, это требует времени, определенных усилий и вложений. Мы будем идти по этому пути.